В имя Отца и Северного Светлого Духа Аминь. Я нахожусь сейчас в селе Потеряевка, Мамонтовского района, Алтайского края. Сегодня 19 сентября 2017 года. Приехала сюда 8 сентября. Мой приезд был сопряжен с длительным переходом, переездом. Потому что ехал я с Донецка сюда почти 6 суток. В конце концов приехал. И когда приехал на станцию Кулунда, сообщил, что я нахожусь в городе Кулунда. И, по милости Божьей, буду скоро у вас. Ну, так получилось, что по приезду подстепное. 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 Это только полустанок, на котором нет ничего, кроме платформы. И это приезд был ночью. Где-то в час ночи по московскому времени. Ну, я до утра переждал палатки своей, был дождик. А утром отправился на поиски села Потеряевка. Ну, до этого я купил даже карту, Алтайский край. Где было обозначено Потеряевка и другие села, находящиеся вблизи подстепного. Разъезда подстепное. Рано утром услышал мотоциклист. Подъехал по мустанку. Ну, я не спеша вышел. Мотоциклист развернулся и поехал. И поехал как раз в сторону подстепного. Ну, так как на дороге не было никаких указателей. Я решил последовать за этим мотоциклистом. Думал, возможно, это выслали для моей встречи человека. Но нужно было бы позвонить, конечно, кому-либо из Потеряевцев. Поскольку такая схема предусмотрена для каждого приезжающего Потеряевку. Но я решил для себя, что я доберусь я сам. И вот эта вот самость меня немножко подвела. Ну, во-первых, я уклонился от маршрута где-то на 500 метров. И этого хватило, чтобы я пошел в сторону, которая находится не в сторону, а параллельно Потеряевки. Ну, и пришел в соседний село Пурывки. При этом пришлось идти под дождем. С тобой была грусть, правда, на колясочке. Такая у нас там в Украине. Коляска называется Кравчучкой. Вот. Ночью я заночевал, а утром все ли узнал, где я напожился. Ну, такое было бы путешествие по Алтайскому краю. И вот на что я обращал внимание, когда проходил по этим полям. Первое. Земля плодородная, чернозем. Все растет. Подсолнухи такие, что у нас на Украине такие не растут. Большие, огромные. Мне это очень удивило. Как же так, думаю. Вроде как это край достаточно северный. А подсолнух растет не хуже, чем в Украине. Даже лучше. Поля очень такие вот масштабные. Я такие поля только видел в Херсонской области, когда проходил, проезжал в Крым на своем велосипеде. Там действительно бескрайние поля. И такое ощущение, как будто находимся в пустыне. Только пустыня-то пески. А это пустыня, что очень мало деревьев растет. На ней все находятся посадки на отдаленном расстоянии. И площади поля, площадь полей, кажется чрезмерно такими широкими, необъятными. Еще он обратил внимание на то, что мне на встречу за сутки передвижения не попался ни один человек на встречу. Ни одна машина, ни один трактор, ни один комбайн. Думаю, как же так? Огромные территории земли, засеянные пшеницей, ящеменем, овес, овсом. И нет людей, ни тех, которые обрабатывают, как в том изречении, что жатвы много, а делателей мало. Кто действительно поверит в то, что как будто кто-то нарочно села России подводит к тому, что они становятся без людей и сами по себе угасают. Потеряевки не так. Когда я добрался до Потеряевки, я позвонил, и первым делом меня встретили мой земляк Никита. Вот он здесь находится, Колесников Владимир. Можно сказать, верно-надежный товарищ Игнатия Тихоновича Лапкина. И, как обычно, встреча произошла с участием Игнатия Тихоновича. Вся эта встреча происходила под видеокамеру. Меня это очень, скажем так, радует. Потому что все, что происходит в жизни Потеряевской общины имени Анфимы Некомедийского, епископа, все происходит открыто, гласно и поучительно. Для каждого из нас вы смотрели видеоролики, которые готовят Владимир Пащенко, Никита Колесников и Игнатий Тихонович Лапкин. Ну, первым делом меня спросил Игнатий Тихонович, почему я не позвонил, когда приехал в Подстепное. И сказал, с твоей стороны это является, так сказать, проявлением эгоизма. Мы тебе беспокоились, переживали. И действительно, у меня в моей душе было такое сомнение. Я что-то делаю не то, когда не звоню. Вот эта вот самость, вот этот вот эгоизм, внутреннее я, что я сам все сделаю, сам найду, сам все без подзорной помощи обойдусь, не вышло. Вот так меня Господь не вразумил тем, что я без того, чтобы через час ходьбы оказаться в Подтеряльке, оказался мне через двое с половиной суток. Ну, скажем так, повидал мир, который меня окружал, когда путешествовал. Вот. Ну и получил тут, как у нас говорят в народе, нахлопучку за свою, так сказать, за свой эгоизм. Ну, буду иметь это в виду на будущее и таких, конечно, ляпцевцев больше не допускать. Вообще, почему я сообщаю об этом под запись? Потому что опыт каждого из нас, для тех, кто смотрит такие видеоролики, является во многом поучительным. Что в молодом возрасте, в юном возрасте, когда мы смотрели видеоролики с участием детей, которые тут отдыхали, мы находимся как раз в комнате, в которой до этого летом отдыхали многие дети наших семей православных, в том числе, приехавших издалека, например, с Канады. И теперь, в таком же самом положении ученика, но уже более солидного, с бородой, нахожусь и я. Вот как говорят, что любовь всем возрастом покорна, так и наука знаний, мудрости, она вечная. Только нужно ее принимать и изучать. И правильно использовать. Ну, дальнейшая хроника событий была такая. Я сразу влился в тот трудовый ритм, который здесь установлен. Первый. Пойдем 4 часа 45 минут. Ну, я, так сказать, так постоянно никогда не вставал. Бывали моменты, когда вставал, а бывали моменты, когда шел на поводу своей, ну, как говорили, немощи. А точнее, ну, на поводу своего тела, которому хотелось бы понижиться, полежать в постели. Вот. Ну, когда я вставал уже, а время было опущено, то то, что было запланировано, не успевал. Здесь не так. Тут все как по часам. Пойдем, утренний туалет, подготовка, молитва, совместная молитва. Причем, что обращаю внимание, молимся мы здесь и по тем молитвам, которые составили наши статей отцы, все предначальные молитвы тут произносятся, как мы произносим их в Московской патриархии. А потом из-за причительной молитвы, молитвы своими словами. Для меня пока что этот опыт, ну, скажем так, еще не вполне успешный. А у ребят, которые тут живут, молитвы такие, что они близко к жизни, к каждому из нас. Просят в этих молитвах об разумлении, в том числе и нашего сащенного начали, чтобы Господь коснулся их сердец, они благорестовали, учили нас к этому разуму. Ведь, бывая в монастырях по роду своей работы, я бывал в Харькове. И в Харьковском свято-мужском монастыре, что меня удивляло, никогда после богослужения священники не выступают с проповедью. Ну, это такой феномен удивительный. И в то же время, в нашем, допустим, монастыре, в Святого Васильевском, в Сирио-Никольское, Волноварского района, Донецкой области, священники, наоборот, выступают с проповедью при любой возможности. Это и после вечернего богослужения, это и после воскресного чтения Евангелия, после завершения литургии. Хотя, Слову Божьему, в этих проповедях тоже очень мало уделяется внимания. Это такой вот недостаток, наверное, во всех наших церквях. Ну, во всяком случае, в тех, в которых я бывал и знаю. Здесь не так. Здесь люди, когда наступает суббота-воскресенье, все до единого, в село небольшое, но все до единого ходят в храм. Такое явление я встречал только в Западной Украине, в Закарпатье, в селах, когда я бывал там с полуношеской поездкой. Там тоже, как только в субботу-воскресенье, праздничный день, все люди как один идут в храм. Все как один. Для нашего региона, Донбасс, оттуда я приехал, город Лунидар, Донецкой области, несколько не там. Ну, в праздники большие люди приходят, а в воскресные дни обычные. Из населения города, которое составляет порядка тысяч 18, не считая приезжих наших беженцев в зоны ведения боевых действий. Если в Донбассе происходит гражданская война, ну, не буду не останавливаться, потому что это не цель моего повествования. Так вот, приходят люди очень мало. И молитвы, которые мы там слушаем, традиционно читаются, ну, это молитвы какие-то, псалмы царя Давида, псалтыли, читаются на церковно-славянском языке. В отличие от нашей практики, московской патриархии, здесь, в этом селе, тоже существует православный храм по юрисдикции русской православной церкви за границей. И добились, и община добилась от того, что Слово Божие произносится здесь, в виде псалмов, на понятном нашем русском языке. И то, что, допустим, произносится так, «Я, когда правдившися во слове всех твоих, никогда победивши судите ти», считается совершенно понятным языком. «Господи, суды твои правятны, и ты чист при говоре твоем». Совершенно другое восприятие молитвы. Ты находишься на молитве и слушаешь ее внимательно, и каждое слово можешь про себя повторять. Это имеет большое значение для ее восприятия. Ну, само собой, что читаются также по Риме, послания апостолов. По Риме – это, когда читаются книги Ветхого Завета, или книги о бытие, или книги пророков, Исаии, например, или книги о притче Псаломона, другие книги Ветхого Завета. Все эти читаются тоже на понятном русском языке. Это отличительная особенность храма, который носит имя Анфима Некомерийского. В 1917 году, в конце, в начале 1918 года, собор русской православной церкви постановил, отрочением утвердил доклад, в котором было написано, русский язык имеет все права для его использования в богослужении. Но для этого общины должны завидовать ходатайство перед церковными властями, получить одобрение и таким образом переходить в тех или иных вопросах на богослужение на русском языке. Ну, в моей практике такого явления, как здесь, никогда не было. Когда читается все Псаломы Давида, все священное писание, кроме песнопения, на русском, в нашем понятном языке. Для того, чтобы в наших храмах тоже такая практика вводилась. Но она зависит от позиции каждого из нас, прихожарина. Как мы будем просить и требовать, чтобы богослужение, чтение текстов церковнославянских, Библии, было на русском языке. Этого надо добиваться. Сами по себе эти преобразования, приведение в соответствие нашей практики с решениями собора русской православной церкви, само по себе не произойдет. Ну, много тут можно чего хорошего рассказать и увидеть. Но лучше, конечно, сюда приехать, не просто вот так вот приехать, а поучаствовать в этой жизни. Я уже начал рассказывать, что тут все размеренно. Ну, как в монастырях. Допустим, в монастырях подъем, утренняя молитва, послушание. Вот так и здесь, в этом селе. Но только оно не монастырское, а сельское. Тут поля, тут есть фермер, которая, значит, эти поля засевают и обрабатывают урожай, собирает его. Тут у каждого крестьянина имеется своя усадьба, свои огороды, которые они обрабатывают. Но делают это они все с молитвой. И вот я обратил внимание, в отличие от наших поселков, сел, вот Тонбасс, здесь чаще всего бывают, в этом селе не видел за все время, я тут пребывал 10 дней, ни одного выпившего сельского жителя. Ни одного. Ни одного я не видел курящего человека. Ни одного не видел. Тут, если сигареты, и не продают. Тем более того, в въезде в село специальное предупреждение. Курение на территории села запрещено. Вот так. Это записано и в уставе православной общины, которая носит имя, как я сказал, Анфима Некомедийского. Что курение, разбитие спиртных напитков, ложь, тунеядцы тут запрещены. Поэтому вполне естественно, что люди, встав от сна, после молитвы принимаются за какие-либо конкретные полезные дела. Вот я знаю, и Игнатий Тихонович Лапкин об этом неравнократно рассказывал в видеороликах, знаю, чтобы быт любого поселка, села был благоприятным, над этим надо работать. Да и вообще, если ты хочешь в своей жизни иметь какой-то достаток, ты должен трудиться. Это лентяй, лодырь, когда к ним относятся и пьяницы, и команды, какие из них работники. Они никогда не будут людьми с достатком, потому что все уходит никуда. И здоровье все подрывают. Здесь не так. Вот я был на тех прудах, которые являются рукотворными. Источники воды, ручьи подземные, снеговая вода талая, она собирается по врате, которые перекрыты плотинами. Причем плотину эту делали все сообща местные жители под руководством, как я уже говорил, Игнатия Тихоновича Лапкина. Это исповедник русской православной веры. Он за свою веру за то, что распространял сочинения Иоанна Златоустова, 13 томов, в виде начитанных им проповедей. В КГБ арестовало, и он находился в 70-х годах, в 80-х годах, в пяти тюрьмах, пока его не реабилитировали, когда наступило так называемым перестройкам. И вот под руководством этого человека, имея единодушие, вот говорит как исполнил Павел, будьте единомысленны и единодушны. Едиными сердцами вызывайте, и сердцем вызывайте как Господу. Вот здесь так и происходит. Единодушно, сполитвой, и это показано в видеороликах, люди сделали очень благое дело для своего села, для своего будущего поколения. У них есть водоемы, вода, причем тут пять водоемов. И для детей, где уровень воды не превышает где-то полутора, где-то сантиметров восемьдесят. Ну, вода по вручь, то есть они не утонут. Это не вода, где взводятся рыбы, рыбу запустили в альке. Прекрасно хорошая рыба, называется она тут, подскажите, пожалуйста, как? Гальян. А? Гальян. Гальян, гальян. Он похож на мойбу, вот, она такая некостистая, размером небольшая, но очень вкусная. И монастырная такая, что, как говорят, детский проглотишь. Каждый, обедаем мы здесь все вместе, завтракаем, ужинаем, ну, как в монастыре. По расписанию, подошло время, пришли, позавтракали, пообедали, поужинали. После ужина, в свободное время. Каждый занимается своими делами. Тут нет такого, чтобы там все были замолены, такие мрачные лица, ограничение свободы какой-то там. Тут все, если есть какое-то ограничение, то оно в рамках устава, который каждый из жителей поселка принимал в свое время и поддерживает. Еще обратил внимание на богослужение, которое идет в храме. Вот, 14-16 сентября был престольный праздник Анфима Некомедийского, епископа. Мы приезжали по приглашению отца, настоятеля храма, отца Якима, священники с московской патриархии. Ну, точнее, с Алтайской, с Барнауловской, Алтайской митрополии. И вот богослужение не менялось. Было бы здесь чтение Евангелия, как обычно, чтение псалмов, чтение Слова Божьего на нашем родном русском языке. И никаких, так сказать, замечаний со стороны гостей на этот счет не было. Они сами принимали участие в богослужении. Торговлю в храмах, которая запрещенная была гостью под Иисусом Христом, Спасителем, когда он подал личный пример изгнания торговцев из храма, сделал из веревочек бич и погонял всю скотину, которую заполнил на Русселенский храм, попереворачивал столами на щуков, так что потом первосвященники и книжники, хозяева этого храма, потом у него спрашивали, какой властью вы это делаете. Так что торговли в храме тут нет. Поэтому для меня, ну я знал об этом, но для меня было еще откровение в том, что люди приходят в храм все как один за 7 минут до начала богослужения. После этого порог храма никто не переступает, все молча стоят, но молча стоят, не просто так вот думают каждый о своем, а после возгласа все на молитву молятся про себя 7 минут. Наконец батюшка из алтаря подает команду и начинается богослужение. При этом по храму никто не ходит, никто не бегает. Есть там место, куда ставить свечки, подсвечники, но никто за своими свечами не приходит, их не ставит, они уже там стоят. Порядок такой, что священнослужитель уже заранее все необходимое делает, в том числе и свечки, молитвы читаются о здравии, без каких-либо записок, платных или бесплатных, все расписано. Требы, которые тут есть, ну имеется ввиду там венчание, отпевание, все это происходит бесплатно. Но это не означает, что денег и вообще никто в храм не несет. Просто Господом установлена в свое время была десятина в Ветхом Завете. Она не отменилась в Новом Завете, как была, так она и остается. Изменилась, например, только лишь отношение к нашим родам. Если раньше было требование такое, око за око, такой закон, а глаз за глаз, то Господь Иисус Христос это определение Божие изменил. Он сам Господь Иисус Христос единосущный Отцу. И там, где речь шла о врагах, Бог за око, глаз за глаз, стало по-другому. «Возлюбите врагов ваших». Само с тобой все десять заповедей остались в силе, которые сводятся к двум. «Возлюби Господа Бога Своему всем душою, всей душою, всем повышлением, всем сердцем, разумом, всей крепостью». И вторая подобная «Возлюби ближе самого, как себя». Это все заповеди Ветхого Завета. Они перешли автоматически и в Новый Завет. Ничего не поменялось. Изменилось только отношение к врагам. И это очень важно понять. Если бы мы в Донбассе были воспитаны на этих идеалах христовых, в том числе и возлюбивших врагов своих, то никто бы из наших патриотов, желающих жить в русском мире, не взяли бы в руки оружие, чтобы убивать своих врагов. Нельзя ли бы. Ну, как говорит Леонид Кравчук, а точнее до него говорилось это в Библии, «Имеем то, что имеем». Дальше. Чем мне понравилось и охотно привлекает, потеряю там. Я уже сказал, что это богослужения тут открытые. На русском языке ведутся в основном, кроме песнопения. Песнопения все на церковном славянском. Тут ничего не поменялось. Потом нет тут никакой торговли в храме. Вместо торговли в храме, вместо денежных взносов, которые у нас наступают в виде платы за требы. Тут по-другому поставлено. Тут каждый член этой общины передает священник из руки в руки, десятый час своих доходов. Но это вызвано тем, что, ну, можно прочитать в Брюка Малахии такие слова, когда он обличает евреев за то, что они обкрадывают Бога. Вот, казалось бы, как можно Бога обкрадывать? Богу все в этом мире принадлежит. Он и его творец. И тем не менее это происходит, это обкрадывание. Как? Вы, говорит, не отдаете десятину. Иными словами, десятая часть доходов, которые есть у каждого человека, или заработная плата, или это плоды его труда, даже пенсии заработанные им, стипендии на то пошло. Десятая часть не принадлежит человеку, который ее получает. Это Божие. И Господь от нас требует только отдать Ему ту часть, которую принадлежит Ему. Богу Божию, кесарю кесареву. Поэтому здесь нету никакой проблемы, никакого вопроса, платить десятину или нет. Это заложено, по-первых, в Библии, и во-вторых, подтверждается об устали общины. Далее. О самой личности Игнатия Тихоновича. Вот он очень энергичный человек. Ему семьдесят восемь лет. Мне казалось бы, на Ему на двадцать лет моложе, да? Но я, честно говоря, за ним даже не успевал. Все он делает очень быстро, энергично. И тем самым подает пример. Подтягивает окружающих себя людей к его темпу. Темпу достаточно такому вот рациональному, быстрому, где уже спустя рукава не поработаешь. И у него такие послушники, не у него послушники, а сельские жители. Такие, что трудолюбивые. Мне очень приятно было видеть, как работать непосредственно и окружение Игнатия Тихоновича. Во-первых, никогда без дела не сидит. Всегда чем-то занято. И я, естественно, принимаю в этом участие. Не зря сказано, не заслоняя рта, угола молотящего. Кто работает, доест. Поэтому, с самого начала, когда сюда приезжал, я ставил цель не просто вот так вот посмотреть жизнь общины, а принять и непосредственно участие. Поэтому привез с собой все необходимое для работы в селе. Это и рабочая одежда, и все остальное, что требуется для этой цели. Ну, слава Богу, что многое замечаний не получил. Ну, наверное, уже по своей жизни их раньше получал, что-то как-то вроде как научился делать. И тем не менее, Игнатий Тихонович раскрыл глаза на мои недостатки, которые, вот скажи, для меня невидимые, а со стороны видимые. Вот эта самость, вот этот эгоизм, который прослеживается, свое мнение, свое поведение. Когда тебе дают какое-то поручение, и четко устанут границы, что ты должен сделать, а ты начинаешь импровизировать, то есть, получается, не выполнять данные тебе поручили, то может случиться беда. Поэтому здесь я научился точно, безупречно выполнять указания, которые мне даются. Они несложные. Вот. Их надо просто выполнять и внимательно слушать. Более того, научился здесь быть более бдительным, более внимательным. Когда что-то говорится, запоминать с первого раза. Потому что вторично уже получаешь выговор. Почему ты делаешь не то, как тебе учат, и как тут положено. А по-своему. У нас у каждой разные привычки, если и привычки, от которых надо избавляться. И, слава Богу, что мне помогают здесь входить тот ритм, который требуется для жизни в таком просветленном богоозвратоведом коллективе. Ну вот, такое интервью. Уезжаю сегодня поездом, который следует из Барнаула на Колунду. Дальше там буду ехать в Северную Северу, Марито-Борск, Бог даст. И приеду в Донецк дни через пять дней дороги. Такие вот дела. Очень благодарен ребятам, с которыми я тут живу, Владимиру Пащенко. Это очень трудолюбивый человек. Если он что-то делает, то делает все инициативно, от всей души. Без какой-либо лени, без какого-либо понуждения самого себя. Как-то естественно. Да Боже бы все так поступали, как человек. Ну, говорит, нельзя глаза в человеках хвалить за это. Но в то же время надо, чтобы мы учились у него этому делу. Вот сам к этому подошел не с первого раза, не один год к этому подходил, труду такому несовередному добросовестному вот. Есть еще кандидаты на такой пример со стороны других ближних Игнатия Тихоновича. Дай Бог, чтобы они усвоили эту практику. Дай Бог, чтобы они эту практику усвоить. Практику послушания. Послушания здравого смысла. Старшим послушаться. Тем более, что всегда, когда имел какое-то собственное мнение по тому или иному вопросу и говорил об этом Игнатию Тихоновичу Латковну, то он меня убеждал в том, что моя позиция в какой-то мере не соответствует истине. Мне это не первый раз такое было. и я пришел к выводу, что все-таки с тем опытом, багажом, который имеет наш наставник Игнатия Тихоновича, нужно считаться и выполнять, и тоже это не задумываясь, не задумываясь, а выполнять ответственно и добросовестно. Когда этого не происходит, это, конечно, огорчает его и огорчает и нас, потому что поступаем как бы по своей воле и отнюдь не ведет это к пользе, к пользе делу. Поэтому, когда что-то говорит наш наставник, нужно внимательно это исполнять и стараться не допускать ляксусов, ошибок при последующих его таких вот поручениях. Мы всегда учились у старших, мы учимся у святых, святые учились у своих учителей, в конце концов мы все ученики одного великого учителя, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Слава Христа.